Зародилась сильная ягодка, ягодка Айвасыя Румьяна Зародилась сильная ягодка, ягодка Айвасыя Румьяна Зародилась сильная ягодка, ягодка Айвасыя Румьяна Вот она мужская самореализация на высшем уровне А эти записи ещё были до конца 60-х? Да, конец 60-х годов, это был 68-69 год 75-й год были записи Козырева Александра Александровича Из тех же станиц То есть на нас высыпалось А начинали перепевать казачий круг, конечно Московский? Московский, да, поскольку мы с ними были уже знакомы Почему это казачья песня? Вот вы с одной стороны упомянули, что у вас были казачьи корни До этого вы на Тереке и не были, да? Никогда Первый раз и на Дону не был Первый раз на Тереке оказался в 1996 году Уже как бы уже знаю всё это, да? Да, да, да Специально? Да, не специально, а случайно Это шла война ещё Чеченская первая И вот мы оказались на Тереке Но для меня самоопределение занятий именно казачьей песни случилось После того, как мне подарили в 1994 году Мне подарили вот эти вот кассеты То есть Андрей Сергеевич сыграл? Шесть сыграл, абсолютно точно Как сначала Мехнецов, да? Да, да, да Ну, Мехнецов задал общий вектор движения, да? А Андрей Сергеевич задал уже более конкретный вектор движения И меня он устраивал тем, что Это исключительно воинская, мужская часть культуры, да? И меня это устраивало то, что Дефицит и нехватка мужского начала в обществе В современной культуре Да, вообще Хоть в эстраде Хоть в быту Уже Шли процессы, которые Ну, просто уничтожали мужское начало Ну, и женское начало мужское одновременно Ну, одновременно Ну, может быть Нет, женских ансамблей Там было ещё предостаточно В том числе и фольклорно А вот мужских С мужским пение Не было ни направления Не было ни материала Это потом же, когда я отыскал И уральский казаков, тоже мужское Ну, сложнейшее пение Да, на музыкальном уровне На любых На освоении диалекта Огромный совершенно Пласт такой А тогда-то вот Когда мне попали эти записи С Червлёной С Навурской Вообще даже Даже сомнений не было Что это надо поднимать Эти пласты Когда в 96-м году побывали Застали этих стариков? Нет Эти старики ушли Давным-давно Они ушли В начале 70-х годов Морозов, Миронов Да Морозов, Миронов Они были Один 1873-го года рождения А другой 1876-го Ну, естественно До 100 лет они не могли прожить И так они там дотянули До 80-ти лет И дай Бог им Царствие небесное И вечная-вечная память Потому что Они оставили Конечно Потрясающий след В культуре В традиционной Мужской Казачьей культуре Потрясающий след И оказали Огромное влияние На развитие Современного Фольклорного движения Благодаря Кабанову Благодаря Кабанову А в 96-м году Кто-то пел еще там? Нет Мы были Да нет Ну Там пели Как бы Долго Но Ну Уже не так значительно Все-таки Они Репертуар был другой Ну Более женские Да Бытовые Репертуары Свадебные И так далее Они-то представляли Казачью мужскую культуру Исторические пласты Эпос Казачий Да Эпос Причем Эпос не Филологический Текстовой А Песенный Эпос Ну Где еще Может такое было Завязать И впервые Мы предприняли Экспедицию Туда В 98-м году Не совсем туда А На пограничье С Чечней Вот Потому что Тогда уже Было А Ну 98-й год Это Шла война Туда нам было Просто не попасть И мы попали В Кировский район На пограничье И записали И записали Бабушек Старопавловский Старопавловский Вот откуда Пошел Шамиль Вот Откуда пошла Ой да ты змея моя Змеюшка Это Былина Которая мне Посчастливилась Вот Записать Самостоятельно Самому На Тереке Былину Представляете В 98-м году А нас уже Убеждали Все Профессора Что Последний Исполнитель Былин Был Садко А мы Вот раз И в 98-м Году Записываем Былину Ну это Конечно Это Меня Очень сильно Вдохновило Вот Жалко Конечно Что До сих пор Я Не додумался Издать Это все Но вот сейчас Я работаю Над книгой Терский сборник Куда Хочу Чтобы Вот эти Записи Правда Они Не совсем Такие Качественные Совершенные Еще на пленку Записывали И так далее А сейчас Вы едете В экспедицию На Терек Да Я уже С 98-го Года Вот 20 лет И Нет С 96-го Я первый раз Записал Голюгая Да Это Курской район 96-го И каждый Год А то и по Два раза в год Вот сейчас Только приехал Был летом В августе Да В экспедиции И сейчас Ну Я использовал Просто ситуацию Мне впервые За 20 лет Министерство Культуры Края Значит Ставропольского Пригласила Прочитать Лекции Провести Мастер-классы И то Скажем так Не совсем По доброй воле Дело в том Что Удивительная Земля Ставропольская А научного Начала Фольклористического Ну Просто Нет Его Просто Нет Самое Большое Начало Это Местное Культпросветучилище Правда Оно сейчас Называется Более Респектабельно Но Суть от этого Не меняется Очень слабая Преподавательская Школа Музыкальная Очень Вообще Отсутствие Какой-либо Фольклористической Базы Научной Просто Ноль Просто Ноль Да что Я говорю Про Ставропольский Край Я в пятницу Меня пригласили На заседание Общественной Палаты Ленинградской Области По вопросу О сохранении Нематериального Культурного Наследия На территории Ленинградской Области Вот Я там Восседал Вместе Натальей Николаевной Геляровой Московской Консерватории Галилой Лобковой Сергеем Старостиной С ним Вместе Сидели Вот И еще Там Одна Елена Киселева Она Ну она Как бы Возглавляет Отделение Российского Фольклорного Союза Ленинградской Области Вот И Меня поразило Причем Вот удивительный Тот факт Ну Галина Владимировна Я считаю Сегодня Один Из ведущих Специалистов В области Научно-музыкальной Фольклористики Ну все-таки Школа Серьезная Школа Мехнецовская Вот ее Никуда не денешь Она все равно Будет стоять Вот его нет А его дело Живет Живет во мне Живет в ней Живет в многочисленных Учениках Живет в кафедре Живет в центре Имени Мехнецова Да При консерватории И так далее Что бы с этим Не делали Как бы их там Не пытались Реорганизовать Слить Да Сократить И так далее Он все равно Живет И делает Своё дело Галина Владимировна Лако Сделала презентацию Проблематики Которая связана С некомпетенцией Местных властей В области Вопросов Сохранения Материал-культурного Наследия Ну действительно Она Вопиющая Она Катастрофически Катастрофического Космического Масштаба Как говорил Профессор Препрошенский Значит Выступает С докладом Представитель Комитета По образованию Ленинградской Области Оказывается Говоря О духовном О духовной Составляющей Нематериально-культурного Наследия Как вы думаете Что она Имеет ввиду А она Имеет ввиду В первую очередь Это Религиозная Православная Часть Культуры Это все Так Но это Всего лишь Одно Маленькое Небольшое Направление Ну Казалось бы Чего проще Есть же Конвенция По которой Мы собственно Говоря И действуем Международная Конвенция По сохранению Там чутко Совершенно прописано Что же у нас Воина Она говорит Вот мы Выделили модуль Нам купили машину Значит На этого модуля И мы ездим Рассказываем О духовной Культуре Религиозной По селам Там Все это Хорошо Друзья мои А при чем Здесь вообще Нематериальная Культура К нематериальной Культуре Или религиозная Культура Она не имеет Отношения Это Самостоятельная Отрасль Духовной Культуры Как Михнецов Говорил Касаемо Языческих Корней И Православных Сегодня Это Вот Одно Тело Прости Звезда Пора Мне Спать Но Жаль Рассказ Мне С Тобою С Тобою Я Привык Мечтать Ведь Я Живу Одной Мечтою Братина Это Была Моя Идея Название Мы Пользовались Братиной Явне Хнецова В качестве Яндовы Или Яндовы Медной Чаши Да В которой Наливалось Вино Либо Пиво Пускалось По кругу И она Как бы Вот Объединяла Тех Людей Которые Стояли В этих Кругах Каждый Говорил Слово Пускай Эту Братину Дальше По кругу Братина Братина Это Объединяющий Начало В первую Очередь Что касается Первого Состава Туда Вошли люди С музыкальным Вызыванием Игорь Петров Значит Я Николай Провоторов Ну Николай Провоторов До сих пор Обижается И 20 лет Прошло И даже Мы не общаемся Он очень Объединяющий Человек Потому что Сначала Это Был Ансамбль Живая Старина То есть Изначально До Братина До Братина Да Это 94 Год Это 94 95 Год Да Это Люди Которые Тоже С Кругом Мехницова Были связаны Да Нет Они Не были Связаны Только Я Был Связан И Они Меня Пригласили 95 Попить Ну Чисто Так То есть Провоторов Петров Там Был Еще Два Человека Там Значит Никита Андреев И По Моему Костя Захаров Вот Ну Костя Захарова Никита Они Там Не музыканты Просто Им нравилось Петь Казачьи Песни Но Определенное Такое Кульковое Кульковый Подход К освоению Казачьего Делал Знаете Шашка Пика Конь Огонь Да И Все Это На Демонстрацию Такой Поздний Репертуарчик Такой Позднячок Совсем Позднячок Который Вот Как бы Веселил Публику Толпы И так Далее Ну И Побыв Там Где-то Полгода Я Сказал Ребята Мне Это Не Нравится Надо А тем более И тут же Мне попадают В руки Вот эти Кабановские Кассеты То есть Мне дарят Их Я приношу И показываю Петро Хороший Музыкант Он послушал Кал Да Я больше Не хочу Этим Заниматься Чем Мы занимаемся Ну Это Просто Культ Процвет Культ Процвет А Поля У него Жена Еще Закончила Наш Институт Культуры И Отдых Вот И Определенная Такая Направленность На Показ На Демонстрацию На Зарабатывание Денег На Этим Вот Я Я Сказал Нет Ребята Я С этим Не Согласен И Не Хочу Больше Этим Заниматься Вот Этим Я Буду Заниматься Вот Ну Так же Сказал И Игорь Петров И Так же Сказал И Остальные Ребята И Коля Остался Один И он До сих пор На меня Обижается Что я Увел Этих Людей Но Я Никого Не Уводил Я Просто Сказал Что я И я Лично Этим Заниматься Не буду А Я Дишкан Там Да Ну А Дишкан Это К сожалению Ну Сегодня Редкое Явление Вот Сегодня В среде Поющих И не Поющих Людей Выделить Своебрасный Голос Конечно Так Если Брать Исторический Аспект Здесь же Стояли Зимовые Станицы Казачьи Да Так Вот Я Прочитал Интересный Документ Из архива Что Настолько Это было Почетно В каждом Полку Иметь Своего Дишкана Да Что они Даже Перекупали Дишканов В соседних Полках Представляете Вот Насколько Это было Ред И тогда А тогда То Поющих Было Гораздо Больше Потому Что Каждый Казак Воспитывался В этой Среде А Сейчас Ну Совсем Тем Более Совсем Тем Я знаю Что Ваш Первый Диск И Ваше Первое Выступление Слушали Нигде Нибудь А в ЦРУ В СД-5 А Эта История Да Такая Интересная У нас Был Друг Диск Мы Записали Ну Вопрос В том Что Тогда Издание Это был По-моему 2002 год Тогда Издать Диск Было Крайне Тяжело Очень Дорого И нам Это Естественно Было Практически Не по плечу Недоступно Я Впервые Столкнулся С интернетом И Увидел Сайт В интернете Называлось Козак Веб Козачья сеть Вот Руководил Этим Сайпом Артем Качуко Такой Интересный Парень Козак По Происхождению Ну Москвич Как он Сказал Что Поехал В Америку За Зипунами Вот Десять лет назад Вот так Так и остался Женился Сел Хотя Сам Закончил В ГИК И так далее Ну Правда Сейчас он В Москве И Артем Говорит Слушай Ну давай Мы Через Казаков Которые Живут И в Америке И в Чили Еще где-то Кинем Клич Ребята По 100 долларов Надо Набрать Было На 10 Тысячу Долларов Ну К чести Надо Сказать Что Как только Сказали Что вот Нужна Такая Сумма Причем Мы Впервые Хотели Сделать Фишку Этого Диска Чтобы Его Сопроводить Буклетом Немножко Истории Немножко Фотографии Немножко Описания Этих Песен И так Далее Исторических Фотографий И нам Это удалось Такой Хороший Там 24 Страничный Буклет Представляете Это вообще В 2002 Году Это Неветры Просто Вот И мы Это сделали Слава Богу И когда Он кинул Этот Клич Многие Откликнулись Все Выпустили Диск Я Пообещал им Что Каждый Кто сдал Диск Вот Мы По 10 Дисков Отсылаем И Артему Отправил Эту посылку С оказией Он сам Как-то Раздавал им Но их Тронуло То что Не просто Собрали Деньги Покрали А вот оно Вот он продукт На который они Потратили Эти деньги Ну и конечно Песни Которые там Звучались Тем более Потерику Никто ж Никогда Его До этого В момента Не воспроизводил Вот И Сейчас Конечно Мне Вот Как вы Спрашивали Про Этого Диму Покровского Так и мне Сейчас Смешно Несколько Слушать Этот Диск Потому что Конечно Сейчас С высоты Прожитого Времени Наработанного Опыта Многие Вещи Наивные Многие Вещи Нужно Было Петь Не так Но Это был Опыт Это была Ступень Нашего Духовного И творческого Развития Я к этому Отношусь Вот только Так Сейчас И когда Ему послал Этот диск Он говорит Слушай А давай Я вот Демоверсию Да Этого диска Размещу У себя На сайте Игры Бога радио Конечно Пожалуйста И он Разместил Демоверсию Это что такое Это вот По две Страфы Каждой Песни Ну Мы тогда Боялись Вот Если все Но диск Конечно И до сих пор Пользуется Огромной жизнью Он претерпел По моему Девять Девять Переизданий По тысяче штук Представьте Себя Девять Переизданий Ну За все эти Годы Конечно Вот Он выложил Эти песни И Прислал Мне На компьютер Статистику У него Тогда Уже был Очень хороший Серьезный Сайт Он мог Проследить Откуда Чьи сайты И так далее Посещаемость Этих сайтов Кто Не посещаемость Кто скачивает И что И Выяснили Что Скачивает В основном Пять песен Это Шамиля На первом месте Это Значит Какую же там еще Такую популярную Они скачивали Песню Ой вы терцы Казаки По-моему Да И еще Сейчас не помню Точно Вот И только почему-то Вот этих пять песен И вы Выслал мне Статистику Стран Которые скачивают Ну Мне тогда Но когда я увидел Что В том числе Это были Сайты Пентагона Сайты Госдепа Сайты Английской Разведки Вот Значит Сайты Израильской Разведки МОСАД И ЦРУ Ну ЦРУ Это Пентагон Там Да Да Мы стали Думать И гадать К чему бы это Все-таки Разведки Это дело Серьезное И я вспомнил Одну историю Когда Которую мне рассказывал Анатолий Михайлович Михнецов Значит Я чуть-чуть Не застал Эту историю В 86-м году Работала Работала Маргарита Лейбовна Мазо В консерватории А она Когда-то Была Заведующей Кабинет Народным Творчеством И ездила В экспедиции Он говорит Я такую аппаратуру И не знаю Где она Обрала Эту аппаратуру С некими Такими Ослографами Которые На бабок Она накладывала На определенную Часть На мозговую На пульс На сердце И так далее То есть Она не только Записывала Песню Но еще Полностью Программу Вот этого Вот этого Оцеллографа И данные Эти пропали И это Маргарита Лейбовна Ее последний раз Видели Когда она На консерватории Вешала красные флаги Перед 7 ноября А 8 ноября Она уже Оказалась в Америке Причем Яра коммунистка Такая была Вот И Много лет Спустя Мы возвращаемся Из экспедиции На Анатолий Михайлович Звонил Говорит Слушайте Здесь Приехал Амазон Значит Как представитель Госдепа И требует Все ее Записи Значит Вернуть туда А она уже Два чемодана Увезла туда Библиотеку Госдепа То ли копии То ли чего Вот Мехнецов Говорит Так Делаем так Все Расходимся По домам А лабораторию Опечатываем Значит Выходим Только через Две недели Пока она не уедет Все На больничной Вот Пока не разберутся Где мы там В экспедиции Не в экспедиции На больничном Ну короче Она уехала Не словно хлебавшись Это Мазо И я вспомнил Сразу эту историю А Теперь Я думаю Что я не Не так уж и далек Был от истины Когда мы узнаем О сборе Биологического материала Даже из Успрезидента Да Я думаю Что это и есть Те Данные Которые На их взгляд Госдепа Им помогут Расшифровать Генетический код Русской Народа Русской нации Скажем так Но в то же время Вот вы говорили Что там просто Работали Многие выходцы Из России Да Ну это наша С Артемом версия Да Что везде Есть свои люди Есть Нет Ну в каком смысле Свои Выходцы Выходцы Из России Безусловно Тоскующие Понимаете Конечно Где бы они не работали А агенты Все равно берут Своё Понимаете И Я не думаю Что это были там Просто интересующиеся люди Госдепа И потом Ну доступ к сайтам Это же там Не такая уж Там секретная информация Да Ну качают они Там Ну может быть Даже и для себя Втихаря Поэтому Тогда я думал Что Все прочее Все прочее Вот есть выходцы Которые там Так или иначе Скучают Так или иначе Они Скачивают И слушают На здоровье Да и на здоровье Да Пускай слушают Но другое дело Что Конечно Я не исключаю Все-таки Твои мысли Что наряду С биологическими данными Они собирают В том числе И эти данные А вот Юрий Ефимович Скажи пожалуйста В чем На вас Различие Традиция Донского Казачьего Пения И вот Пения Тверских Казаков Вопрос Вопрос Интересный Но я постараюсь На него ответить То что Лежит на поверхности Это очень просто Донское Верх Ну Донское Тоже Оно Неоднородное Пение Верхний Дон Это одно Средний Дон Это другое И нижний Дон Это третье И чем Старее Мы берем Запись Особенно Мне попалась Тут Запись Сделанная Татьяна Семеновна И Рудиченко В экспедиции По Ростовской Области Рудиченко Это Специалист Этномазиколог В Ростовской Консерватории Вот И я Обнаружил В ранних Жанрах Фольклора Что Они Вообще Очень Схожи С Общерусским С С Общерусскими Селевыми Особенностями Там Нет Дискона То есть Чем Раньше Пласт Чем Он Архаичней Тем Его Не Отличить С Общерусским Стилем Понимаете Какая Метаморфоза И чем Позже Материал Ну Скажем Там Прошлого Позапрошлого Века Тем Больше Функции Дискона Выпистовываются Из Этого Жанра Но Они Интересны Они Интересны То есть Я понял Что Дисконовая Культура Она Достаточно Поздняя Подголосочная Или Словная Нет Нет Функции У нее Декоративно Декоративное Украшение Украшение Музыкальной Фактуры Но В том числе И взаимодействие Внутреннее Голосов Да Оно Тоже Там Не Не Однозначное Они Настолько Гуляют По всей Фактуре И при этом Казалось бы В этом Хаотичном Музыкальном Движении А если Вот на первый Взгляд Можно Совершенно Четко Последить Темы Ну Мастерского Взаимодействия Они Никогда Не будут Повторять То Что Поет Их Сосед Или Товарищ По пене И так далее Он все равно Найдет себе Другой Уголок Другой Путь Музыкального Ведения И так далее Но все равно Зиждется Все На основном Проголосном Пене Который Ведет Основу Человек Вот Его И Называют Ведущим Он Ведет Основу Не Дишкан Не Дишкан Дишкан Абсолютно Самостоятельный Элемент Его Может быть А может И не Быть Фактура Она все равно Останется Практически Ну да Она чуть там Не так Ярко И красиво Будет звучать Но Абсолютно Ничего Не потеряет Что касается Терского Пения Там как раз Идет Вопрос Ближе К архаическому Способом Пения Это Не Дишкан А Это Как они Называют Пущай Подголосок Пущай Подголосок Подголосок Но Он Имеет Основную Функцию И К нему Все Остальное Пристраивается То есть Танцкая Традиция Дишкан Не Имеет Функции Главной А Терская Имеет Наоборот Имеет Функции Главной Функции Главной То есть Все Соподчиняется Верхнему Вот этому Подголоску Так А без меня Интересно Сейчас И Ага Вот Вы С ним Совпали Да Хорошо Хорошо Давайте Дальше Вот Как Я Вас Обманул Да Еще одно Здесь Не должно Быть Нигде Дыхание Дыхание Только Цепное Что такое Цепное Дыхание Как Вы Думаете Ты берешь Тогда Когда Твой сосед Тянет Чтобы Не было Дыр Да Вне Була Дыр То есть Вы Друг Друга Подхватываете И Компровируете Но принцип Я вам уже говорил Один Дышать Там Где Не Хочется И Не Дышать Там Где Хочется Вот Вы Сегодня Преподаете Да И Основы Традиционного Народного Пения И Это Ну Как Со Стороны Увиделось Это Очень Сложно И Это Если Хотите Дело Не Месяц Не Двух А Не Двух Лет К сожалению В то же Время В деревне Люди Не Учились Годами Петь Как Получалось Так Что Что Мы Утратили Как Вот Они Тогда Не Учились Специально Ничему Правда У них Просто На Это Не Было Бо Времени Столько Правда Учиться Как Учаться Собираться Да Вот Все Рассказывать Про Интонирование Лады Натуральные Гармонические И так Далее Как У них Это Получалось Почему Не Получается У Нас Сейчас Ответ Лежит На Поверхности Дело В том Что Люди Жившие В Станицы В деревне Они С рождения С отродной Матери Находились В определенной Экологической Звуковой Среде Их Специально Никто Ничему Не учил Они Находясь Внутри Этой Среды Внутри Этнографической Ситуации Они Просто Росли В этом Сначала Им Мама Пела Колыбель Потом Они Чуть Подрастали Сами Начинали Петь Колыбель Более Младшим Своим Братьям И сестрам Особенно Девочке Да Потом Они Играли В Игры Они Интересный Случай Был Значит Я записывал В Скорской Губернии Бабушку Которая Прекрасно Голосила За невесту А сегодня Голошение Невесты Записать Практически Невозможно Ушло Поколение Ушел Сам Напев Исчезла Функция Обрядовая Причем Исчезла До Появления Совершенно Чуждых Форм Якобы Придуманных Вот этих Современных Свадебных Обрядов Я спросил У нее А как Как вы Научились Она говорит Ну Слушайте Свадьбы были Мы на печке Все Все же Смотрим Все Вникаем А сколько В деревне Свадеб Было Значит Проводилось Пока Они Росли Естественно Подходя К черте 10-12 Лет Они уже Совершенстве Владели Всей Структурой Свадебного Обряда Всеми Песнями Принципами Голошения Специально Их Никогда Никто Этому Не учил Достаточно Было Жить И расти В этой Этнографической Этномузыкологической Среде То есть Получается То что Мы сегодня Живем В современном Городе Мы обращены На вот такое Тяжелое Мучительное Врастание Когда Захотим Запеть Песни Понимаете Здесь еще Одна Проблема Которую Мало Кто Касается На самом Деле Самое Страшное Что Произошло Это Утерия Функции Самой Главной Человеческого Утерия Функции Опыта Предыдущих На поколение Кому Сегодня Передавать Этот опыт Деревне А вы Знаете Что Традиция Передавалась Не от Отца К сыну Не от К матери К дочери И сына Традиция Передавалась От бабушки К внучке А сегодня То есть Накопленный Опыт Более Старшего Поколения Он Был Наиболее Полом Ну В силу Жизненных Обстоятельств Он Был Наиболее Мудр Весь путь Цивилизации Это же не только В России Та же ситуация Общепохожие В Японии И в Европе Разорвность Поколения Разорвность Поколения Обвинять Социализм Нет Я всегда Говорю Что Безусловно Надо иметь Ввиду Что Прогресс Обратно Пропорционален Угасанию Традиции Чем И рода Человеческая Чем И рода Человеческая Чем выше Прогресс Тем Больше Деградация Традиционных Форм Культуры Сегодня Ее можно Сохранить Только Путем Несколько Искусственного Передачи Опыта Вот для чего Мы Ездим Экспедицию Для чего Мы научно Это Осмысливаем Для чего Мы Сегодня Множество Педагогов Собирателей Для 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 них Наше Собирательство Является Непременным Авторитетом И Необходимо Иначе Они Тебе Не поверят Это Первое А второе Еще И Собрать Материал Без Определённых Знаний И Навыков Умений Сегодня Не представляется Возможным Пока Тебя Не Расшифрует Исполнитель Кто Перед Ним Находится Человек Знающий Или Дилетант И Они Тут же Воспользуются Этой Ситуацией Если Ты Дилетант То Ты Едешь С Тремя Мешками До Сильных Песен Таганроги Солучил Себе И Скажет Еще Я Тебе Стар Стар Песня Споет Совершенно Очевидно Так же И вот Молодежь Приходящая Ко Мне Другим Моим Коллегам Они Им Интересен Этот Опыт Им Очень Интересен Этот Опыт И Особенно Молодежь Которая Более-менее Осмысленно Себя Осознает В этом Особенно Культурном Пространстве Она Не хочет Быть Иванами Без рода Без племени Никак В каждом Из них Звучит Голос Предков Как Его Реализовать А Передать Некому В семье Преемственность Разрушена Значит Давайте Будем Пользоваться Теми Форумами Которые Сегодня Доступны Через Научные Собирательства Через Переосмысление Через Использование Праздничных Обрядов Форм Это же Бытовая Культура Мне Спрашивают А почему Тогда На сцену Выходим А на сцену Мы выходим Ради того Чтобы Пропагандировать Здоровый Нормальный Образ Музыкального Народного Мышления И многие Люди Это понимают И к этому Тянутся И Это Цель Видите Перед собой Задачи И может быть Более Если Размышлять Более Обширные Задачи Стоящие Перед Фольклорным Семьяшим Движением Фольклорные Движения Сегодня Существуют Абсолютно Параллельно Культурной Политике Государства В области Традиционной Народной Культуры Я Семьяшим В фольклорном Моразм Это Ненормально Костюм Должен Быть У каждого Человека Рубашка У каждого Человека Они Потратили Деньги На покупку Маракасов Тамбуринов Ложек Деревянных Поварешек Пошили Значит Купили Несколько Комплектов Оркестров Народных Инструментов В конце Концов Я Не выдерживаю Говорю Вот Все это Замечательно Ну какое Это отношение Имеет К нематериальному Культурному Наследию Она Искренне Удивляется Молодая Менеджер Там Замминистра И не понимает О чем Я ее спрошу То есть Вот до такого Урага Понимаете Они уже На эту Программу Получают Огромное Количество Лет И огромные Деньги А ведь Еще в 2007 Году Мы Предлагали На свидание Общественной Палаты При президенте Давайте Разведем Наконец На законодательном Уровне Эти понятия Народная Художественная Культура Свистопляцка И Традиционная Культура Четко Совершенно По понятиям По Научной Терминологии Чтобы люди Понимали Чиновник Любой Взял Этот Циркуляр И посмотрел Что Относится К Нематериальному Культурному Духовному Наследию А что Не Относится А это Невыгодно Потому что Под этой Вывеской Можно Мутной Водичке Очень Выгодно Рук Клавить Понимаете Вот Отчеты Есть А на самом деле Сохранение Нематериально Культурного Наследия Огромные Огромные Сияющие Дра Я хочу И мечтаю Чтобы Все эти знания Накупленные Мною Тот Материал Был Востребован В молодежной Среде В первую очередь Заметьте Ко мне Сейчас Потянулась Молодежь Да Нет здоровья Да Но Пока Меня Вперед Ногами Не вынесут Я буду Отдавать Абсолютно Не задумываясь Эти знания Все то Чем сам владею Я должен Вернуть В молодежную массу Только тогда Это будет жить На полках В виде книг И даже дисков Это жить не будет Хотя Молодежь Сейчас Человеком Кроется Совершенно Богатейший Мир Духовности Творчества Заряда Творческого Его надо Только Раскрыть А раскрыть Его можно Непременно Только Одним Способом Сначала Это освободить Его Астериатива Сделать Человека Вновь Свободным Сделать Человека Способным Творить Вернуть Ему Самую Главную Функцию На земле Функции Творца Вот Сегодня Ситуация Сложилась Таким Образом Что Эту Функцию Государства У нас Отобрало Представляете Вот Один человек Выходит Там Специалист Пугачева Или там Кто-нибудь Еще Бузова Еще Я не знаю Там Дима Билан Один И 40 тысяч Ледовый дворец 40 тысяч Сидят Его слушают Это нормально Это бред Просто Для поющей нации Это бред Понимаете В поющей нации Нет Слушателей И Созерцателей Мы все Едины От Деремет Там Три Девицы Ку-ку-ку-ку Ку-ку-ку-ку Кушечка Три Девицы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok